приветствую вас любители вкусного и интересного рад видеть на канале доброслав 13 сегодня у нас тема автоклава но не будем готовить тушенки и прочие мясные или рыбные консервы зимой можно делать вкусные овощные фруктовые заготовки также как и летом сейчас вот зима и казалось бы какие фрукты но вы у меня видите ананасы не друзья мои я с ума не сошел и снимает ролик не из-за того чтобы просто что-то снять снимать у меня есть что ананасы в сахарном сиропе любите это очень вкусные консервы которые можно просто ложкой из банка есть можно открыть к вкусному игристом напитку можно подать вместе с мороженым а в магазине сейчас вот эти консервы стоят ну не совсем уж и таких приличных денег почему цены на них очень сильно увеличились я вот взял два ананаса а сами ананас при этом стоит относительно недорого по цене там яблок груш может быть чуть дороже а зачастую дешевле то есть сто тридцать пять рублей за килограмм ананас два ананаса обошлись мне 450 рублей и сейчас посмотрим сколько из этих ананасов я сделаю вкусных консервов консервированных ананасов в сладком сахарном сиропе но это еще не все зима это сезон апельсинов и я вам в этом же ролике покажу как я делаю апельсиновый джем такой вот два в одном два зимних вариант консервации апельсиновый джем и ананасы в сахарном сиропе трудозатрат самый минимум почистить ананас без каких-либо сложностей трудностей и хитрых махинаций просто снимаем с него вот эту вот шубу удаляем все глазки максимально вырезаем сердцевинку и после этого нарезаем соответственно на такие удобные сегменты сектора которыми вам будет приятно вкусно есть в дальнейшем можно в принципе вот из всех вот этих вот обрезков где мы вырезаем глазки где соответственно будет срезать сердцевинку можно будет сделать вкусную насточку заливаете соответственно алкогольной основой как вариант можно добавить сюда будет еще кокосовой стружки сделать на манерный либо малибу ликера я честно сказать не помню был меня такой ролик или не был и как бы все отходы пустить так скажем в доходы то есть здесь вот ну нет ничего абсолютно сложного и ананас у меня достаточно спелый хороший да прям так вот пахнет приятно очень и если у вас ананас немного недозрелый такой маленький лайфхак нарезаем его просто кольцами чуть-чуть присаливаем солью и вакуумируем на 30 минут после этого распаковываем и ананас вас удивит он станет сладким сочным и вкусным это касается не только вот консервов а например захотели поесть ананас купили ну не самые удачные вот воспользуйтесь лайфхаком или секретиком по говоря и скажите мне спасибо ананасы почистил я и теперь приступаю к нарезке я в принципе сильно достаточно не заморачиваюсь разрезая их вот так вот на четыре части и основную центральную жесткую кочерыжку или не знаю как ее назвать у ананаса удаляю то есть собственно четвертинка и удаляем самый вот этот вот жесткий центр он отлично идет на настойке после этого еще раз пополам распускают и таким вот уже большими кусками достаточно получается внутри на три сантиметра страна там треугольник получается этого и толщиной где-то один сантиметр я нарезаю очень мелкие кубики я не люблю мне не нравится мельчить там как-то большом куску рот радуется весы обнуляю и начинаем завешивать нам же интересно как сколько и чего получится в итоге один кусочек съем нормальный хороший сочный ананас не очень кстати приторный раздел обе тушки ананасов я получился на тело 750 грамм то есть грубо говоря выход получается друзья мои 50 процентов теперь я буду использовать банки 0 39 литра вот такие кубики или 0 35 банки вот обычные то есть пол литровый не делаю в принципе вот хватает именно такого размера максимально наполняю ананас то есть беру кусок кусочки покрупнее кусочек поменьше и от души прямо так вот хорошенько хорошенько перемешаю чтобы они смешались у меня были от разного ананаса потому что один чуть поплотнее второй чуть посочнее вот что в каждую банку от разного ананаса попадали дольки сколько здесь получается 222 грамма в другой банке 210 грамм ну то есть плюс-минус как бы проект абсолютно не коммерческий но для себя для себя каждый год из года в год вот в сезон когда есть акции распродажные ананасы я делаю и как бы мне нравится всегда стоит под рукой не нам там никуда в какой-то магазин спешить захотели вот дети с мороженым баночку открыл раскидал все все довольны все нормально банки заполни сейчас буду варить сироп ананас все-таки штука достаточно кислая и поэтому сироп я не классический такой вот как для большинства фруктов в сахарном сиропе делаю а делаю один к одному то есть под ананас мне нравится все-таки более сладкий сироп использовать один к одному с сахар и соответственно воду по весу друзья мои не по объему а именно по весу и обычно в такие сиропы добавляем сок лимона но ананас он сам по себе кислый и я поэтому сок лимона дополнительно в сироп не вношу разложился ананас по банкам того у меня получилось раз два три 4 5 6 7 8 банк 8 банк из них шесть банок это 0 35 и 2 банки 0 39 сироп как варен нагрел воду просто поставил на плиту выспал сахар нужное количество после этого постоянно идет нагрев постоянное помешивание как только растворился весь сахар выключаем то есть я не довожу до кипения там никакой времени кипячу в этом нет никакой надобности никакой потребности друзья мои продолжаем фасовать наш ананас по банкам и можно уже посчитать сколько будет получаться пусть возьмем что у меня 0 35 банки и соответственно ведь 0 35 банки 8 штук ушло 450 рублей на покупку самого ананаса 800 грамм сахара это 50 рублей и того 500 рублей что еще требуется банка крышка вот здесь как бы если вы делает для себя то банку по-хорошему ты ее считать не надо она останется но допустим у меня вот эти вот ананас пойдут в новогодние подарки вместе со шпротами с разными напитками интересными для друзей будет еще у меня очень вкусный интересный апельсиновый мармелад для друзей для близких для своих самых дорогих и любимых вы считаете 450 и 50 500 рублей на 8 банк пусть банка с крышкой дорогие возьмем 20 рублей на 1 2 3 8 16 160 рублей 500 660 рублей не знаю воду будем считать 800 миллилитров воды там по 2-3 рубля за литр на электричество электричество в среднем вот я готовлю на электрическом у меня тени автоклав уходит там один полтора два рубля на банку или там чем меньше загрузка тем больше получается 660 плюс 100 десет 5 10 ну 700 рублей на 8 банок то есть одна баночка такая вот обходится там 85 наверно 87 рублей по затратам не знаю дорого дешево посмотрите в магазине я чуть не дошел до полок с ананасами издалека просто видел что банк самый дешевый банк ананасов стоил 149 рублей по акции а вот сколько в ней вес объем точнее банки да я не посмотрел но это небольшие не вот эти не 580 миллилитров банки были тем не кажется рублей по 300 стоили так что даже вот в наших средних широтах при наличии ананасов по акции вполне себе имеет смысл делать такие вкусные и замечательные заготовки банки укупоренная работаю я уже сто раз рассказывал с крышкой твистов автоклав у меня на воде в автоклав я отправляю на следующий режим 100 градусов 20 минут стартовать буду с воды комнатной температуры сейчас я вам все это покажу но прежде чем отправляться к автоклаву сейчас приготовим с вами еще джем из апельсинов апельсиновый джем простой упрощенный вариант но он очень вкусный и очень очень многим нравится прежде чем начать делать джем из апельсинов минутка спонсора розыгрыш более тысячи призов на сумму 2 миллиона рублей компания русская дымка приготовил для своих клиентов настоящее новогоднее чудо с 26 ноября по 30 декабря самая крупная сеть магазинов для самогона варенья в россии проводит отличный розыгрыш среди своих покупателей только представьте каждый покупатель с чеком от 500 рублей и более может стать обладателем одного из тысячи призов вот смотрите какие подарки запланировала русская дымка подарочный сертификат на 50 тысяч рублей 12 подарочных сертификатов на 10 5 и тысяч рублей 20 боксов сюрпризов на 5 и 10 тысяч рублей самогонные аппараты автоклав пивоварня индукционная плитка курсы самогон варенья в сопровождении влада кислится пожизненный и годовой набор дрожжей ссылочку на весь перечень призов я оставлю в описании ролика зайдете посмотрите там все условия прописаны они прозрачные и очень очень просты и также можете посмотреть какой приз можете выиграть вы каждый понедельник с 5 по 26 декабря на youtube канале русская дымка будет разыгрываться 100 призов среди всех всех покупателей которые сделали покупки на сумму более 500 рублей более 200 магазинов сети русская дымка а также интернет-магазин и приложения разыграют среди своих покупателей совершивших покупку от 500 рублей более эти замечательные призы на 31 декабря в прямом эфире на youtube канале русская дымка и в социальных сетях состоится основной розыгрыш 70 главных призов среди всех участников акции участвовать в акции очень очень просто совершите любую покупку на сумму от 500 рублей и более либо в розничном магазине либо на сайте русская дымка либо в приложении авторизируйтесь на сайте или в приложении а если покупаете в обычном магазине то после покупки оставьте свой номер телефона и как вас зовут продавцу и все вы участник акции я также непременно буду участвовать в этой акции потому что в русской дымке постоянно покупаю разные расходные материалы для самогон варенья и сейчас вот к новому году мне нужно оформлять подарки для друзей знакомых товарищей самых близких буду заказывать бутылки и буду участвовать в этой акции надеюсь мне повезет я выиграю какой интересный и приятный приз от компании русская дымка и вам друзья мои желаю удачи джем я делаю тот скажет там неправильно надо гораздо все сложнее труднее делать у меня очень простой вариант но получается очень очень вкусно кто подписан на канал и дергать за колокольчик буквально через неделю через две недели узнает почему и откуда у меня взялось такое большое количество апельсинов и мне их так быстро надо переработать на мясорубку ставлю самую крупную решетку апельсины почищены самое главное максимально удаляем белую часть шкуру соответственно то есть я делаю без шкурки апельсиновой и проглядываем смотрим чтобы удалить косточки то есть здесь важно чтобы косточки не было они в дальнейшем нашему апельсиновому джему дадут достаточно сильную горчащую такую неприятную горчинку то есть в апельсин есть сладость цитрусовость есть кислота достаточно много ее есть легкая горчинка а вот от белой части соответственно шкурки и особенно от семечек неприятная горечь поэтому избегайте этого измельчаю все апельсины получился соответственно апельсиновый такой вот у нас фарш с достаточно большим количеством жидкости что я теперь делаю беру сито вариантов 2 можно добавить сахар на медленном огне уваривать до желаемый плюс-минус густоты я беру просто сито и вот так вот на сито соответственно отправляю вот этот вот так скажем апельсиновый фарш просто нажимаю и даю основной жидкости стечь это получится хороший свежевыжатый апельсиновый сок но без мякоти без крош не надо очень сильно усердствовать просто чуть-чуть прижали все что стекло то стекло остальное отправляю в кастрюлю соответственно вот этот вот получившийся апельсиновый сок его можно использовать в дальнейшем вот это вот жидкость из апельсинов для разбавления напитков здесь еще раз подчеркну не нужно прям отжимать совсем совсем до сухого здесь просто вот основную жидкость убрать есть вариант опускаем сито в емкость с фаршем и отчерпываем выдавившийся апельсиновый сок можно сделать так я вот как раз у меня был три килограмма ровно чищенных апельсинов филе апельсинов так скажем и сейчас я вам скажу какая пропорция в итоге получится красотища хочется прямо половником зачерпнуть и выпить в итоге из трех килограмм филе апельсина я получил 2 килограмма такого пюре апельсинового апельсиновой мякоти но вот видите она такая не совсем сухая то есть она достаточно такая еще увлажненная то есть я не полностью отжимал сок и 1 литр отжатого апельсинового сока теперь плита включаем поехали небольшой огонь то есть не раскочегаривать плиту очень сильно там на половине мощности у меня вот там где-то 1400 ватт то есть здесь нет надобности какой там большую температуру кипятить долго нет этого ничего не нужно на данном этапе наша задача сейчас в нашу сахар я нашу сахар один к одному то есть по массе вот этого вот апельсинового пюре и количество сахара да будет такой сладкий но не приторный соответственно джем отлично хранится после того как я сейчас в автоклаве стерилизую и теперь задача очень простая для чего нужна плитка растворить сахар во всем объеме и вот и все чтобы в нашем дальнейшем джеме он хорошо разошелся так как я его не буду не вываривать ничего сейчас просто растворяю весь сахар и собственно после этого разливаю по банкам ничего такого какого-то сложного трудного и сверх он гениального для того чтобы сделать простой вариант апельсинового джема абсолютно нет ну и на данном этапе повнимательней друзья мои перемешиваем хорошенько чтобы ничего не подгорело потому что дополнительной жидкости я не вносил и помимо того наоборот жидкость из этой основы апельсиновой удалил буквально займет все дело 35 минут но может быть там на минимальном огне 10 минут это прям вот самое самое большое что может вам потребоваться по времени просто так перемешиваете смотрите сахар растворился во всем объеме разошелся все выключаем и сразу разливаем по банкам хотите получить ну на дегустацию видите какая текстура получается а соответственно если хотите получить прям мармеладную мармеладную структуру можно такой читерский приемчик применить и добавить сюда на финише еще агара агар-агар хороший сгуститель сделает прям совсем плотным плотным джем апельсиновый джем разбил я по банкам давайте посмотрим что получается вот был 3 килограмм филе апельсинов из них я литр сока отдал детям 2 килограмма мякоти важный плюс 2 килограмм сахара и получилось 1 2 3 банки 0 45 литра 1 2 3 4 5 банок 0 35 литров и 3 баночки по 0 25 литра разных форматов это на новый год в райком это в горком а это в обком вот такие будут разные новогодние подарки отличный джем пойдет на масляницу с блинами идет идеально прослаивать какие торты промазывать великолепно заходит и вот просто самый простой обжарили тост помазали маслом и сверху такого джема и утром с кофейком с чайком превосходно так что повторяйте непременно при случае этот рецепт да знаю сейчас некоторые напишут что конечно с корочкой вот с цедрой был бы более насыщенный более бы интересный вкус но в следующих сериях узнать почему здесь нет цедры апельсина хотя ее можно было тоже добавить именно вот цедру без белой части пошли к автоклаву будем запускаться на стерилизацию очень частый такой вопрос вот бывает а можно ли разные банки ставить в автоклав одновременно вот смотрите у меня сейчас здесь джем апельсиновый ананасы все вместе будет стерилизоваться на одном режиме у меня здесь 0 25 банки шайбы 0 35 банки 0 39 банки 0 45 банки но у них у всех диаметр одинаковый будут стерилизоваться они на одном режиме соответственно так вот этажами выставлены так что никаких проблем конечно же можно разные банки использовать в автоклаве но ориентируйтесь на то чтобы у них диаметр был одинаковый не брать там преслим узенькие банки и какую-нибудь там широкую пузатую банку у них время стерилизации конечно же будет отличаться ну что ж автоклав загружен вода залита и давайте будем стерилизовать наш консервы смотреть режим банки собственно компот у меня есть программы 100 градусов 20 минут этого времени вполне достаточно чтобы сделать вкусные и замечательные безопасные овощные консервы нажимаем старт вода залита да вода залита компот вода из-под кран 27 градусов пошел нагрев по окончании нагрева достижение 100 градусов автоклав выдержит 20 минут при этой температуре воду после этого сольет его а мне останется только прийти и разгрузить автоклав но с вами друзья мы увидимся уже на дегустации джем готов и прежде чем приступить дегустации хочу показать вам текстуру поближе друзья мои вот смотрите джем который варил я в этом ролике видите он как бы не совсем жидкий но и не густой у него нет такой мармеладной структуры то есть этот джем апельсиновый без добавления соответственно загуститель то есть агар агара и я у себя нашел баночку джема который варил я несколько месяцев назад точно такой же но там я добавлял агар агар и количество его было 0 5 от рекомендуемой производителем то есть если бы совсем добавить вот по инструкции агара из магазина то был бы прям мармелад но и здесь получается при половине добавление видите то есть полностью полностью там густой при густой здесь уже выбираете какая текстура вам нравится ну что ж вот и самый главный момент любого ролика дегустация ананасы и джем из апельсинов давайте начнем с ананасов я думаю по хорошему конечно данным консервам нужно настояться две-три недельки то есть вот сейчас сделать к новому году как раз они наберут вкус и будут самое то но уже и сейчас они достаточно вкусные крышки всегда у меня расходный материал поэтому их не бережем вскрываю аромат очень сладко кислый и вот сразу начинается лично меня всегда при таких ароматах очень активное слюноотделение то есть вызывает аппетит в мозгу сразу складывается картина что сейчас будет вкусно сейчас будет вкусно вилка 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 ананасы прекрасно держит форму то есть никуда они не разбредаются то есть вот этого никогда не стоит бояться ананас в этом плане очень очень хорош за вас друзья белиссимо и сиропчика вот несмотря на то что достаточно большое количество сахара был в данных консервах но за счет кислоты ананаса это как бы чрезмерная сладость компенсируется и сироп получается очень-очень вкусным да и сами ананасы вот они нисколько не уступают покупным ананасом и вот реально вкусные сладкие то что надо легкая кислинка я не знаю что здесь добавить убавить то есть это отличный консервы и если вы повторите этот рецепт сделайте также ананасы в сахарном сиропе я уверен на сто сорок шесть процентов что вы точно не пожалеете ну и завершим сегодняшний ролик дегустации апельсинового джема насыщенный такой очень-очень приятный аромат смотрите он вроде как бы и густой но в то же время и пластичный то есть не мармелад вот то есть я уже говорил в ролике повторюсь еще раз если хотите уводить примут в такую в мармеладную структуру ваш джем то агар здесь вам прям поможет на отлично давайте поближе покажу вам вот что из себя представляет видеть вот очень-очень хорошо мажется такой пластичной замечательной яркого жизнерадостного такого цвета ну и в баночке из банки таким вот получается кусочками этот джем чай я себе налил утренний бутерброд хотя у меня сейчас не совсем утро красота немножечко маслица поджаристый тостовый хлеб и вот такой джем прекрасно по-хорошему нам сейчас сидеть себя нахваливать да я не буду нахваливать вот вы попробуйте повторить этот рецепт и сами напишите в комментариях как просто и вкусно можно сделать апельсиновый джем для меня здесь важно то что это очень легко очень просто и можно семью каждый день радовать вкусными интересными необычными вещами не жалейте лайков друзья мои и не забывайте писать комментарии скоро увидимся перед ниже там вкусного и интересного красота и вкуснота пока пока